Восьмая открытая Олимпиада по десяти предметам для учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений и городов-субъектов Северо-Кавказского федерального округа под лозунгом «Будущее Кавказа прошло в Хасавьурте». Организаторами интеллектуального форума выступили администрация муниципального образования у города Хасавьурт, Министерство образования и науки Республики Дагестан. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, создание условий для творческого самовыражения, самоутверждения учащихся. Подводя итоги Восьмой Олимпиады по счету для учащихся в Республике Северного Кавказа, можно сказать, что Олимпиада состоялась, количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50 человек. В прошлом году было порядка 300-310 человек, в этом году их уже стало 370 человек. Состав команды сильный, со всех республик приехали дети, которые выиграли заочный этап, показали хорошие результаты и на финальной части, в очном этапе тоже они показали хорошие результаты. Есть победители, есть призеры. Программа пребывания гостей на Олимпиаде в Хасавюрте была очень разнообразной и насыщенной. Завершив олимпиадные задания, делегация побывала в различных школах, учреждениях дополнительного образования, посетили спортивные соревнования. Каждый перерыв между баталиями по покорению олимпийских вершин в области знаний заполнялся культурной программой. Учитель русского языка и литературы первой школы города Нефтекумск Виктория Новожен в своем выступлении отметила, что с каждым годом уровень проведения Олимпиады «Будущее Кавказа» увеличивается в несколько раз. Ежегодно приезжая на Олимпиаду, наши учащиеся занимают как первые, так и призовые места, сказала Новожен. Наша делегация Ставропольского края всегда занимала и первые, и призовые места. В обиде никто не оставался. Мы планируем встретить юбилейный год в городе Хасаверти. До этого надо еще дожить, еще два года впереди. А так у нас заочный тур, принимает участие большое количество детей. Не только с нашей школы, вообще со Ставрополя, но и с других городов, с сел Нефтекумского района в том числе. Наша школа удостоилась такой чести, и мы всегда представляем Ставропольский край уже 8 лет. 29 марта во Дворце культуры «Спартак» была проведена торжественная церемония награждения призеров и победителей Олимпиады, в которой приняли участие глава города Зайнудин Акмазов, заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Назир Магомедов, заместители главы администрации и другие. Были подведены итоги, победители и призеры поощрены дипломами соответствующих степеней, денежными премиями все участники и руководители команд получили памятные призы от организаторов Олимпиады. Несколько дней пребывания в Хасавюрте дало участникам Олимпиады столько позитивных впечатлений, которые свидетельствуют о торжестве мира и дружбы между народами. Ценность Олимпиады еще в том, что она способствует укреплению межнациональных и добрососедских отношений.